ты знаешь у них не было президентских выборов украина сейчас не является демократической страной эта диктатура прямая военная диктатура не проведя президентских выборов мы сталкиваемся с ситуацией которая наступит я думаю в мае 2024 года должна состояться инаугурация нового президента этого не произойдет россия заявила что с этого момента все меняется все меняется то как они относятся к зеленскому как они относятся к украинскому правительству меняется и что это может означать так это то что россия дала людям много заверений в том что они не убьют зеленского до тех пор пока он является президентом украины по мнению россии он не станет президентом украины 21 мая и лапроп сказал ну что же давайте посмотрим что произойдет когда у вас есть высокопоставленный дипломат делающий такого рода заявления это плохой момент и я думаю что вы видите что российские или украинские военные признают полную недееспособность и заблуждение зеленского и сейчас все чаще говорят о потенциальном военном перевороте с целью отстранения зеленского от власти как это можно назвать единством никак украина это недееспособное государство с недееспособной экономикой недееспособным обществом недееспособными вооруженными силами так вот на то ничего не может сделать да на той же встрече было много разговоров о том что министр иностранных дел франции говорил о том как франция собирается взять на себя ведущую роль что никаких красных линий нет они могут вести войска франция не может сделать ничего из этого у франции есть военная система которая способна они планировали расширить силы численностью 700 человек в составе батальона в румынии до бригады численностью 2000 человек это должно было произойти где-то в следующем году теперь они говорили о том чтобы ускорить это чтобы это произошло этим летом а затем есть потенциал расширения за счет дополнительных 12 20 французских военнослужащих но только в том случае если другие страны возьмут на себя обязательства по созданию группы численностью 60 человек или основной группы которая войдет туда и затем может быть преобразована в силы нато это французский план россия не позволит ничему из этого случится они собираются взорвать их убить их вынудить нато принять решение и германия сказала что мы не будем применять к вам пятую статью америка сказала что вы не получите пятую статью так что теперь французам остается только блефовать но ты же знаешь что франция говорит о необходимости быть гораздо более агрессивной по отношению к россии но это все разговоры до сих пор не было предпринято никаких действий потому что они мало что могут сделать войны ведутся из-за логистики как франция собирается обеспечить материально-техническую поддержку 2004 и 12 силам 20 силам в украине как только они приземляться в украине по ним начнут бомбить ты же знаешь что у них там нет складов теперь они начинают снабжать их со складов за пределами украины и это материально-техническая поддержка превращается в оперативную поддержку то есть самолеты или боевые вылеты с авиабаз в румынии эти базы сейчас подвергаются атакам и теперь у нас есть расширение конфликта которого не хотят соединенные штаты так что я думаю что у нас есть ситуация когда тони блинкин все что тебе нужно сделать это сделать прямо противоположное тому что он сказал и это реальность ситуации в которой оказались нато и украина